Девушки отдыхают Итак, мешок после 100 выстрелов. Вот его состояние. Ну, сегодня я планирую сделать 200. Посмотрим, что из этого выйдет. В какой-то момент мишень начала разрушаться очень быстро. Не мог понять, в чем дело. А дело оказалось вот в чем. Просто трещинка. Я всегда говорил, что дерево в качестве материала для стрел, материал самый непрочный и геморройный. За состоянием стрел всегда надо следить. Отремонтировать ее можно. Это все подклеивается, зашлифовывается. Но надо следить. Так что, если что, я за алюминий. Фух. Духотень на улице просто страшная. Вот как было дождливо, прохладно. Вот сейчас влажно, жарко и душно. Последнюю серию уже так гасил, как придется. Так, ну, что в общем можно сказать. Опять-таки, образовался у нас сам по себе центр, в который я абсолютно бессознательно попадал. Даже не стараясь, попадал. Ну, и под большому счету раздолбенил именно середину. В эту мишень было сделано 200 выстрелов. И она уже ощутимо приходит в негодность. Но, однако, продолжает все работать. Мешок свою функцию выполняет. Стрелы садятся, держатся. Вот так вот вываливаться. Но, опять-таки, очень важный момент. Вот у нас мешок. В общем, вот сюда пришло, ну, 2-3, наверное, даже 3 четверти всех выстрелов. То есть, если бы эти 200 выстрелов были распределены по всей площади, ситуация была бы совсем другой. То есть, вот тут минимум 150 выстрелов. Даже больше, я думаю. Еще сотню выдержат. Я думаю, да. Ну, я передохнул. Я устал. Душновато. Так что продолжение следует. Но, правда, я думаю, следующая сотня вот сюда. Это будет уже конец, будет конкретно дырка. С другой стороны, есть такой маленький нюанс. Если сюда наклеить мишень, простую бумажку, все продолжит шикарно работать. Ну, взялся за гуш. Нет, я люблю другое. Назвался мухомором, не говоришь ты не гриб. Ну, до новых встреч. Буду достреливать.